итак велес разборка сборка для меня это очевидно что я откровенно говоря что показывать поэтому постараюсь показать вообще все надеюсь это будет полезно значит чтобы нам проще было сразу включить модератор начинается разборка рукоятка рукоятка крепится у нас двумя винтами откручиваем ты сразу скажу что у нас наличие есть рукоятки для правшей для левшей здесь у нас рукоятка для левшей по умолчанию кому нужна рукоятка для левшей просто поговаривать это при заказе и без проблем рукоятку для левшей мы ставим единственное только что велес с установленной рукояткой для левшей не будет предохранитель потому что у нас предохранитель только для правой стороны на левой стороне его не будет выдергивайте следующее следующее нам нужно снять корпус пистолета делить его от затворного блока и от резервуара он крепится двумя винтами здесь который был скрыт под покаят и вот это который вы видели соответственно с этой стороны тоже эти же два винта значит вот эти винты для того чтобы не было сползания затвор на рамке мы сажаем на слабый локтай поэтому первое что вы должны сделать использовать очень качественный ключ а второе вы кладете пистолет вставляете винт давите на него и резким рывком подкручиваете тогда вы не повредите головку винта здесь то же самое соответственно здесь ставили надавили резким рывком надавили резко и потом совершенно спокойно уже откручиваете потому что многие но не многие некоторые люди во первых используют некачественный инструмент а во вторых пытаются сдернуть резьбу плавным движением и они зализывают грани на винтах потом приходится винты высверливать то есть во всяком деле есть тонкости нюансы так как пистолет не был заведен то видели даже рукоятка от прыгала это связано с тем что у нас вот у нас отдельный блок рукоятки и вот у нас блок верхний блок законная кожух и резервуар то есть мы можем сейчас снять кожух не занимается просто он садится на направляющую который находится вот здесь вот эти места теперь снимаем резервуар здесь четыре винта точно также надавили рванули надавили рванули надавили рванули надавили рванули рванули потом спокойно откручиваем сейчас я дам пищу для подгонатов фобов посмеяться следите за руками снимаем резервуар опа что мы здесь находим жесть объясняю для чего это сделано мы долго не могли понять что происходит вот когда мы собираем пистолет и в резервуаре нет давления все идеально ровно прилегает как только накачиваешь давление резервуар отходит от ствола долго бились не могли понять ну вот что-то где-то выкручивает мы решили что вот сюда мы просто приклеиваем на кладем специально подобранный кусочек 6 для того чтобы сменить все получается нормально значит здесь у нас резинка перепуска не потеряйте вопрос снимается я сейчас покажу как снять ствол и соответственно разобрать для этого мы используем динамометр ключ видно есть динамометр он у нас настроен на 9 метров то есть это из опыта мы считаем что это нормальная поэтому откручивать его можно совершенно спокойно без стесков просто выкручиваем гайку обратите внимание видите когда я гайкой строну у меня ствол с казны выкрутился поэтому если вы разбираете потом собираете в обязательном порядке убедите что вы ствол в казне не уплотняется ничем я не вижу в этом смысла потому что момент выстрел настолько маленький краткий по времени что воздух в принципе не успевает произведение куда выйти противники лишнее звено в конструкции но но как правило и усложняет и ведет лишь к возможным проблем значит вот наш ствол гайка верхний кожух на кожухе у нас стоит планка вивер которая крепится поджимается тремя соответственно если вам необходимо планку двинуть вы вот эти три винта ослабляете сдвигаете план предупреждаю сразу что планка достаточно туго ходит по пластическому пасту поэтому может быть нужно будет резиновой кияночкой постучать итак я вам покажу сейчас как разобрать затворный узел велеса значит надо сначала снять кожух кожух у нас крепится двумя шпильками вот это шпильки 3 миллиметра вот с этой стороны они забиваются здесь 3 миллиметра особо не дальше не вылетали вот эти два отверстия по два миллиметра и соответственно с этой стороны мы используем подручные приспособления как наиболее удобно обычно пассатижи они с пластиковыми рукоятками не оставляют следов и пугоди формируем сделали выколотку выколотка два миллиметра оставляем ее главное не промахнуться и 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 Вот два штифтика выколотил и кожух снимается просто Движения вот такие. Кожух это просто кожух, декоративная часть, если нет механизма. Все механизмы у нас находятся вот здесь. У нас есть направляющая с боевым упором. Снимается она таким образом. Просто отжимаем, придерживаем фиксатор, чтобы он не выскочил и просто снимаем направляющую. Вот у нас боевой упор, куда упирается у нас фиксатор в момент, когда у нас происходит постановка на запирание. И мы можем спокойно вытащить затвор. Вот затвор, вот фиксатор, он подпружиненный. Пружина находится вот здесь. И при разборке постарайтесь ее не потерять. Она имеет тенденцию к тому, чтобы вылететь. Значит, сама затворная рамка состоит из двух частей. Я не вижу смысл ее разбирать, но я ее просто разберу, чтобы показать, как она выглядит. точно так же с упором. Рыбком сдергиваем. И вот она из двух половин. Значит, как это все работает? Я вам сейчас покажу. Вот у нас здесь затвор. Вот у нас направляющая. вот здесь вот есть выступка. Вот здесь вот есть выступка. И когда рамка двигается, затворная рамка двигается назад, затвор в это время все еще стоит на месте, потому что направляющая неподвижна. Видите, вот этот винт крепления, где крепятся рукоятки, и она закреплена жесткой скоростью. Поэтому затвор относительно направляющей не двигается. Двигаться может только вот верхняя кожа. Вот когда кожух двигается, двигается назад, вот этот вот выступ наезжает на фиксатор, поднимает его вверх. Происходит расцепление с направляющей. Здесь он останавливается и начинает оттаскивать затвор. Поэтому есть так называемый отскок и есть откат. С чем это связано? Вот если зазор между направляющей, между фиксатором и боевым упором чуть больше чем нужно, происходит следующее. В момент выстрела затвор чуть-чуть отходит назад, упирается в направляющую и останавливается. То есть он не открывается. Но вот этого импульса хватает, чтобы кожух, а ведь кожух-то у нас крепится через эти две, через эти два отверстия. Вот этими шпильками крепится сюда. Вот кожух крепится. И у нас получается, что у нас вот эта подвижная часть откатывается назад чуть-чуть. Затвор при этом закрыт. То есть не проходит прорыва воздуха и остается в таком положении. А если вот еще бывает у нас фиксатор не выходит сюда и не встает на боевой упор, то есть вот так в таком положении остается, то тогда в момент выстрела затвор откатывается назад и рамка просто отлетает назад. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы пружина была здесь нормальная. Ну и не надо сюда очень много смазки класть, потому что некоторые люди столько смазки наложат, что потом пружины не хватает силы для того, чтобы... А то есть... Итак, разборка резервуара. Для того, чтобы его разобрать, нужно его спустить. Иначе спустить можно либо ударяя по клапану, типа того. Ну только перепуск, направлять куда-нибудь в сторону. Не на стол, иначе сдув. Ну типа так. Ну, так как я мужик здоровый, то я делаю проще. Я его просто вот так вот поставлю. И надавливаю. Видите, как реактивная сила его отталкивает? Все. После этого можно открутить заднюю пробку. Редуктор остался там. Потому что... Ну я сейчас покажу, он на резинках стоит, и трение по резинкам по резервуару пересиливает трение в резьбу. Ну, у нас такой ключик специально сделал. Обычно пластина металлическая. Нам нужно на стояние вставленочке. Теперь. Вот у нас заправочный клапан. У нас очень простой линтик. На винтике снята резьба немножко. Для того, чтобы гудок лучше проходил. И одета резиночка. Значит, ставится все очень просто. Если у вас начинает травить линтовка вот здесь, скорее всего, пропал при заправке мусора. Снимаете резиночку эту. Очищаете ее. Силиконом смазываете. И клапан закручиваете обратно. Значит, закручиваете таким образом. Вот вы крутите, крутите, крутите. Вот раз резинка коснулась. И еще на одну треть. Все. Больше не надо. Вот резинка уплотнения самой пробки. Если у вас она повреждена, я тоже могу. Но больше здесь нет ничего. Сюда вторая. Так. Теперь. У нас остался редуктор там. Редуктор, соответственно, в обратную сторону надо вытащить. Идет. Вот так вот. И просто она ополкнула. Вот видите. Наряду здесь две резинки. И они трением удержатся в корпусе. А эта резьба не будет. Ну, нормальная резьба, она не И вот у нас здесь клапан, значит вот этот стаканчик откручиваем и вот здесь боевой клапан с пружиной. Просто его вытаскиваете. Значит если у вас травит с отверстия перепуска, значит посмотрите нет ли у вас забоина здесь по клапану и обратите внимание внутри на седло. То есть на седле не должно быть никаких забоев, ничем оно должно быть трогать. И вот резинка уплотнения задней проплыки. То есть если она у вас тоже где-то повреждена, ее надо будет. Ну и соответственно у нас остался корпус. Корпус у нас разборный из двух половин, он крепится на винт здесь. И у нас здесь винты поджима, винты крепления бабушки, на которую крепится винт поджима боевой пружины. Кстати если вы хотите поменять скорость, вот здесь вот этим винтом закручиваете скорость увеличивается, откручивать уменьшается, а вот здесь фиксирующий винт. После того как у нас пробили скорость, зафиксируете его. Ну соответственно если заходите крестой, сначала нужно фиксировать. Значит и плюс у нас здесь две оси, на которых сидят детали высшие. Нам надо открутить вот этот винт. Точно так же вставили, резко дернули, крутить. Сняли. Значит откручиваем вот этот винт точно так же. Вставили, резко дернули, крутили. Нам нужно выбить оси. У нас есть специальная накладка. Вставляем. Двигаем оси. Потом берем широким жиром. Здесь у нас еще одна ось, которая у нас находится между половинами корпуса корпуса. И к ней доступа нет снаружи. Вот она на этой оси сидит. Нажимаем. Снимаем корпус. Видите, у нас вот здесь штифтик. Так, здесь штифтик, здесь, здесь и вот здесь штифтик. Вот на этих штрафах. Ну, на самом деле, FSM очень простое. Как вы видите, у нас что происходит. Момент, когда у нас есть. Вот сейчас есть. Да, всё. Что у нас происходит? Вот вы. Возьмите Возьмите Урок Шантала зашипывается Вот здесь Мое окружение Двинулся вперед И встает на зацеп шантала Некоторые для того, чтобы сделать очень мягкий спуск Или короткий спуск Они шантала здесь подтачивают Я очень не рекомендую это делать Потому что вы можете получить сливы Плюс к этому вы можете получить сливы И выставка происходит в следующий момент У нас задавился данный урок Упирается в шантала Нажимаем на крючок Он начинает шантала подвигать и выводить Происходит слив Выставка И как работает предохранитель У нас стоит На боевом заводе Предохранитель у нас с этой стороны Вот он Вот он Видно, да? То есть мы когда опускаем вниз предохранителя Он уходит вот сюда И шантала у нас совершенно спокойно может двигаться Если мы предохранитель ставим в положение предохранителя Внимаем его вверх Вот он вверх Он встает Предохранитель вот сюда Встает вот эту ступеньку И когда мы нажимаем спусковой крючок Шантала не уходит Упираясь в шанты предохранителя После снятия предохранителя Обратите внимание что у нас Вот здесь есть эксцентрик То есть на этом винтике у нас стоит эксцентрик Для чего это нужно? Для того чтобы когда вы нажимаете спусковой крючок И в момент когда происходит выстрел У вас спусковой крючок должен остановиться Это улучшает кучность Этим эксцентриком вы можете регулировать В момент остановки спусковой крючка То есть это делается прямо на подсопленном уровне Нажимаю, нажимаю, нажимаю У меня пошел срыв Спусковой крючок дальше уже не идет То есть если это убрать он будет дальше проваливаться Вы будете продергивать Ничего хорошего не получится Значит у нас Урок стоит на бронзовых шайбах Детали Спусковой крючок И Шептала стоит на терапластовой шайбе Белару